Вечером 1 декабря 2018 года сотрудники противопожарной службы Рудного, прибыв по вызову на улицу Тобольскую, обнаружили возле горящей сапожной мастерской убитого человека. Мужчине, как позже выяснили, полицейский было нанесено ножевое ранение. Погибшим оказался хозяин ремонтной точки, 52-летний Виктор Пфунт. По обвинению в его убийстве перед судом пристал 20-летний житель Рудного Владимир Худяков. Будут состояния алкогольного опьянения, находясь в сапожной мастерской, умышленные с целью совершения убийства, то есть противоправно умышленной причине смерти другому человеку. В ходе ссоры, излишних неприязанных отношений нанес удар ножом в живот в фунт, причинив телесные повреждения в виде проникающих колторезанного ранения, брюшной полости со сквозным повреждением брюшной аорты. В ходе предварительного следствия было установлено, что мотив совершения преступления был корыстным. Худяков, по версии обвинения, захотел завладеть сапожной мастерской. Во время совместного распития молодой человек начал взбивать старшего собутыльника, заставляя написать его расписку о передаче пункта по ремонту обуви в его владение. Бумага была написана, однако действующий владелец оказал сопротивление, за что и получил удар ножом. При всем этом присутствовал и третий человек, Равиль Мазитов. Он, согласно тексту обвинения, тоже и там же совершил свое преступление. Воспользовавшись фактом совершения Худякова убийства потерпевшего Пфунт, из корыстных побуждений с целью совершения кражи, тайно похитил принадлежащие последнему сотовые телефоны марки Nokia и Samsung, с которым скрылся с места преступления. Однако на этом список преступлений, объединенных в одно дело, не закончился. Тем же вечером в полицию Рудного с заявлением обратился еще один мужчина. С которой 1 декабря 2018 года около 20 часов 20 минут, находясь около автобусной остановки «Строитель» по улице Ленина в городе Рудном, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили полиэтиленовый пакет, в котором находились имущества последнего, тем самым причинили физическую боль и материальный ущерб в сумме 16 500 тенге. В совершении грабежа Худяков и Мазитов обвиняются вместе, но последнему также предъявлено обвинение и в том, что он, зная о произошедшем убийстве, не сообщил о нем правоохранительные органы. Уголовное дело по требованию подсудимых рассматривается с участием присяжных. На процессе должен был начаться опрос свидетелей, однако пока они в суд не явились. Монорбек Касковлов, Виталий Луговской, РТН.